Для четвероклассницы Марины Колях декабрь месяц особенный и очень долгожданный. Мало того, что скоро начнутся самые длинные каникулы, так еще и Новый год не за горами, а вместе с ним мандарины, подарки, Рождество. Чтобы Дед Мороз наверняка не забыл про прилежную ученицу, девочка на протяжении пяти лет приходит на почту за тем, чтобы написать письмо Дедушке-волшебнику и попросить у него новогодний подарок. Просто у меня много желаний, и я хочу, чтобы Дедушка Мороз их исполнил. Каждый год ты просишь у него какой-то подарок? Да. Что в этом году загадала? Планшет. В день в резиденцию Деда Мороза поступает около 500 писем, не только из Белоруссии, но и других стран мира. Учитывая такую популярность и доверие со стороны адресантов, можно смело заявить, что наш Дедушка самый настоящий. Кстати, новогодняя атмосфера, царящая в 10-м отделении Белпочты, передается не только детям, но и взрослым. Среди стеллажей с праздничными открытками, рядом с красавицей-елкой, можно заметить необычное объявление, которое дает возможность родителям также стать частью новогоднего чуда. Речь идет об услуге поздравления Деда Мороза. Это красочный конверт, на котором есть замечательная надпись чудесному ребенку. Вложение конверта – это красочная открытка с теплыми словами благодарности Дедушке Мороза, детками, с поздравлением деток и набором для творчества. Дополнительно к этому письму можно сегодня приобрести и заказать в наших объектах почтовой связи мягкие игрушки, которые сегодня символизируют 2016 год. Это обезьянка. Мне кажется, очень замечательная возможность поздравить, например, мне своего племянника. Ну, там будет и письмо, и подарок, игрушка. Пользуетеесь первый раз такой услугой? Нет, я уже не первый раз пользуюсь этой услугой. Ну, уже, наверное, лет... Ну, наверное, года три. Как реагируют, в общем-то, дети, да? Нет, здорово вообще. Оформить письменный заказ на эту услугу можно в любом отделении Белпочты. Впрочем, как и отправить письмо Деду Морозу. Кстати, как правило, послание не остается без ответа, при условии, если верно указать обратный адрес и закинуть письмо в почтовый ящик. А учитывая тот факт, что предновогодняя письменная кампания продлится вплоть до Старого Нового года, у мальчишек и девчонок еще есть почти месяц для того, чтобы опустить письмо в заветный синий ящик. Продолжение следует...